Всем привет! Это Айлрис и сегодня я хотел бы с вами поговорить о модах в Destiny 2. Моды в игру пришли на замену перкам из Destiny 1. Выбиваются моды из рангов Гансмита или ярких энграм. Энграма же в свою очередь можно купить за донат или получить по мере заполнения полоски опыта после 20 уровня. Скажу сразу, что моды очень легко выбиваются без доната и никакого дисбаланса донат в игру не привносит. Три редких мода меняются на один легендарный у оружейника на башне после того, как ваш страж достигнет 280 уровня силы. Ненужные моды вы можете разобрать и заполученные материалы приобрести случайные моды на броню или оружие. Неплохо! Условно все моды можно поделить на следующие. Моды урона, это арк, воид, солар и кинетик. Моды характеристика оружия. Моды на откат обилок и моды характеристик персонажа. Разберемся совсем по порядку. Моды урона работают очень просто. Вставляешь мод определенного цвета и пушка наносит соответствующий элементальный урон. В кинетик слот можно вставить только кинетик мод. В энерджи и пауэр слоты можно вставить только моды на элементальный урон. Вся экзотика по умолчанию идет вместе с легендарным кинетик модом и сменить его нельзя. Кстати, о различии между легендарными модами и редкими, ну или синими и фиолетовыми. Единственный бонус, который вам дает легендарный мод, это плюс 5 к атаке или защите. Но это в зависимости от того, в какой слот в этот мод вставляете. И никакой разницы в откате обилок, уроне и прочих характеристиках абсолютно нет. Моды на перезарядку очень помогают при использовании оружия, у которого эта характеристика низкая. Например, у револьверов. Я бы посоветовал использовать этот мод, если у вас есть оружие, с которым вы чаще всего играете и вы чувствуете, что если бы перезарядка была немного быстрее, то вы бы справлялись со своими задачами намного лучше. Так что смело используйте, даже если это не револьвер, а скаутка, автомат или пистолет-пулемет. Один мод точно не будет лишним, а вот два это уже на ваше усмотрение. Кстати, по поводу двух модов. Разные классы могут вставить разные парные моды. Вот их полный список. Титаны могут поставить два мода на перезарядку и хп. Ханты могут поставить два мода на стабильность и мобильность. Варлоки могут иметь два мода на удобство и восстановление хп. Такая особенность доступна благодаря тому, что у разных классов разная классовая броня, то есть марка, повязка и плащ. Итак, обратно к модам. Моды на контроль отдачи следует использовать выборочно, в зависимости от оружия, так как в игре уже есть оружие с перком Точность, который сам по себе выполняет ту же роль, что и мод на стабильность. Помимо этого, я выяснил, что некоторые стволы получают ощутимый прирост к стабильности. И в то же время некоторые стволы ведут себя так, будто никакого мода вовсе и нет. Поэтому опять-таки советую вам самим пойти в патруль, встать возле стеночки и проверить ваши любимые стволы с модом и без, как вы сейчас видите на видео. В целом, мод на стабильность довольно-таки полезный. Особенно при использовании с оружием, которое страдает от сильной отдачи. И последним модом в классе характеристик оружия будет мод на удобство или, как его по старинке еще называют, на хендлинг. Этот мод дает прирост в 15% к скорости доставания, смены оружия и прицеливания. Исходя из моего опыта, использовать его нужно так же, как и другие моды, влияющие на характеристики оружия. С одними стволами он работает, с другими нет. Сразу скажу, что я замечал прирост к удобству только на варлоке с двумя модами. С одним модом разница была настолько незначительная, что более разумно было бы использовать другой мод, более заметно влияющий на характеристики. Как мне кажется, двойной мод на удобство на варлоке будет актуален при использовании блинка в пвп, чтобы сократить задержку доставания оружия сразу же после блинка и, находясь еще в воздухе, начать стрелять по дезориентированному противнику. Также обратите внимание, что модов на удобство кинетика в игре нет. Далее по списку у нас моды на откат способностей, а именно, откат гранат, откат милишек и откат классовой способности. Это хилищая лужа у варлоков, стена титанов и кувырок у хантов. Тут все довольно таки просто и говорить отдельно о моде на откат конкретной айбилки я, честно говоря, смысла не вижу. Вот все, что вам нужно знать. Один мод дает 9% отката, 2, 15 и 3 мода дают 24%. Эти показатели одинаковы для всех трех модов. Также вот полезная информация, которую стоит учитывать, когда будете решать, нужны ли вам те или иные моды на откат. Практически все гранаты откатываются за 1 минуту 23 секунды, за исключением лучевой гранаты и электрической гранаты. У них откат составляет ровно 1 минуту. Время отката милишек и классовых способностей у всех разное. Эта информация вместе с откатом гранат провисит на экране некоторое время, чтобы вы могли ее себе сохранить. Последние моды, которые нам осталось обсудить, это моды характеристик персонажа. Тут математика очень простая. Один мод это одно очко в ту или иную характеристику. Модами можно подлатать слабые места вашего класса, так как известно, что титаны сильны стойкостью, варлоки восстановлением, а охотники подвижностью. Но одна из трех других характеристик у них, как правило, заметно проседает. Так вот модами ее можно подровнять. Если хотите знать мое мнение, то я бы советовал собирать моды, да и сеты брони с максимально доступным восстановлением и стойкостью. Лично я на титане ношу две подвижности, четыре стойкости и девять восстановления. Это с учетом модов. Стоит отметить, что один мод на броню это не одно хп. Точной цифры, правда, у меня нет, но известно, что страж с показателем стойкости 0 имеет примерно 184 хп и страж, у которого стойкость равна 10, имеет примерно 201 хп. Восстановление хп очень замедлилось по сравнению с Destiny 1 и возможно по привычке я и пытаюсь вернуть его хотя бы приблизительно на старый уровень и поэтому собираю максимум восстановления. Сейчас на экране вы видите сравнение между одним и девятью очками восстановления. Касательно показателя мобильности. Эта характеристика влияет на скорость ходьбы и высоту прыжка. Обратите внимание, спринт при этом не затрагивается. Единственный ощутимый в пвп бонус от мобильности это более быстрые стрейфы во время ганфайта. И если вы в совершенстве владеете этой техникой, я думаю будет не лишним уделить внимание мобильности. Хоть на мой взгляд это одна из самых невыгодных для прокачивания характеристик и я бы отдал предпочтение восстановлению. Ну вот в принципе и все, что я хотел рассказать. Надеюсь, что информация была полезна для вас и в описании к видео я оставил ссылку на таблицу, где можно узнать какой мод в какой слот вставлять, а также ссылку на очень полезный раздел на реддите, откуда я взял информацию об откате обилок, так как мои тесты были ограничены только титаном. Информацию о других классах мне приходилось искать, чтобы гайд был полноценным. Если я что-то упустил, оставляйте ваши замечания в комментариях, а также не забывайте предлагать интересующие вас темы для новых видео. Всем большое спасибо за внимание, до встречи в новом видео и не забывайте, что вы можете пообщаться со мной каждый день вживую на моем твич канале, а также вы можете следить за новостями мира Destiny в нашем паблике вконтакте, все ссылки будут под видео. Пока-пока.